Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. И также мое традиционное напоминание в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где каждый день мы постим конкретные торговые сигналы и идеи. Если у вас есть особая потребность, оставите нам фидбэк, прокомментировать что-то, пользуйтесь этим, тем более, что каждый пост можно комментировать и мы всегда открыты к предложениям. Что изменить, что добавить, что дополнительно разобрать. Друзья, этот контент готовится для вас и поскольку наша основная задача это создать лучшие условия для трейдинга, в том числе и в принятии торговых решений, мы, конечно же, будем стараться это делать и дальше. Ну что ж, сегодня хотелось бы начать с заголовка очень интересной статьи, которая мне попалась относительно перспективы доллара. И заголовок этой статьи гласит то, что прямо сейчас на финансовых рынках приготовили бычий коктейль для американского доллара, для американской валюты. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду сразу несколько фундаментальных событий, новостных сводок и факторов. Это патолог государственного долга США, еще не закрытый, не решенный вопрос. Это потенциальный кризис, который может начаться глобальный финансово-экономический, если дело дойдет до банкротства Evergrande, китайского девелопера и одного по совместительству еще крупнейших застройщиков мира. Десятилетние облигации, трейджи, из которых продолжают расти и восстанавливаться. Статистика ADP, которую мы разбирали накануне, впереди Non-Farm Perils. Если все-таки прикинуть, что корреляция между этими релизами есть, то оптимисты, конечно же, сейчас культивируют идею того, что Non-Farm будет такими же классными и крутыми, и, соответственно, доллар будет расти еще сильнее. Инфляция, которая также повышается, причем инфляция растет за счет отложенного потребительского спроса, за счет постепенного выхода экономики американской из-за ковидных ограничений. Инфляция растет из-за проблем с логистикой, сорванных цепочек поставок. Ну и, конечно же, один из основных триггеров роста инфляции – это обычная динамика на рынке энергоносителей. Нефть – это и стоимость нефти, бензина, нефтепродуктов – это ключевые компоненты роста индекса потребительских цен. Все эти факторы сейчас буквально вопят о том, что доллар нужно покупать. Доллар растет. Индекс доллара 94.21. Мне эта идея на долгосрок очень сильно не нравится, потому что я все-таки привык принимать решения по доллару, отталкиваясь от политики Федрезерва. То есть у меня простые причины следственной связи. Если торгующий на долгосрок, какую политику проводит регулятор, то должно быть с курсом национальной валюты. Сейчас политика ФРС мягкая, конечно же, и, судя по всему, как минимум до ноября остается таковой. Исходя из этого, я все-таки рассчитывал увидеть доллар гораздо ниже текущих значений. Но, друзья, все ошибаются. В данном случае я пока что держу в своем портфеле такой уже практически забытый шорт по индексу доллара. Но постоянно возвращаюсь к этой идее, потому что не готов закрыть эту сделку до тех пор, пока ФРС не даст сигнал, что он будет ужесточать монетарную политику. Но в то же время понимаю, что как косочные тенденции, они могут быть совершенно другими. В частности, могут быть основаны на том фоне, который я сейчас вам обозначил. Это тот фонд, который поддерживает интересы в моменте к этому доллару, потому что нет альтернативы другой. Трейдеры, инвесторы и все те, кто следят за событиями на финансовых рынках, боятся реализации всех этих сценариев от дефолта до краха Эвергранда. И когда начинает проявляться паника, то, конечно же, защита среди финансовых активов. Доллар идет впереди планеты всей, хотя я с этим в целом даже не согласен, что доллар – это лучший защитный актив. Ну, где мое мнение, а где мнение, собственно, сотен тысяч трейдеров. Конечно же, нужно знать свое место. Если доллар считают защитным активом, пожалуйста, он оправдывает сейчас своей динамикой то, что правильно делают, что его считают защитным, потому что американская валюта продолжает расти. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, что мы следим за потолком государственного долга. Вчера республиканцы и демократы попробовали снова договориться. Были подняты вопросы, порядка законопроекта о том, что нужно приходить к общему знаменателю. И как минимум сейчас, если не полностью закрыть вопрос с потолком государственного долга, подняв его еще на добрые 10 триллионов долларов, то хотя бы отсрочить решение этого вопроса, дать время, в том числе и себе, я имею в виду, республиканцам. Ну, на сколько там, на месяц, на два и в течение этого периода времени постоянно быть в тесном контакте с демократами и искать пути преодоления всех разногласий. Но позиции остаются жесткие. Республиканцы не хотят помогать демократам, а демократы ничего не могут сделать, чтобы убедить республиканцев. В частности, чтобы вы понимали, сейчас камень преткновения Сената, потому что Палата представителей с Нэнси Пелоси, это, конечно же, уже зеленый свет для этого законопроекта, потому что Палата представителей, это демократы. Сенат 50 голосов у республиканцев, 50 у демократов. Нужно в Сенате 60 голосов. Поэтому, соответственно, демократам нужно попробовать переманить на свою сторону 10 республиканцев. Друзья, как это может происходить, я вам говорил. Очень хорошая параллель с сериалом «Карточный домик», потому что все вот эти теневые игры, политические интриги, все там идеально раскрыто. Вот то же самое происходит и сейчас. Если вы только начнете смотреть этот сериал, вы поймете, что некоторые вопросы прям крайней степени актуальности, вот с теми, которые мы с вами разбираем сейчас в формате новостного. Ну, будет интересно совместить и реальный рыночный практикум с фильмом, соответственно, сериалом, который даст вам какое-то визуальное представление о том, что происходит. Сейчас из последних новостей. Сегодня Сенат снова будет голосовать за законопроект. Не знаю, друзья, договорятся ли нет, но будем следить. Разумеется, дальше в ходе последующих брифингов будут новости. Помимо потолка государственного долга, который как фонд, это еще серьезная неопределенность. Еще данные по Non-Farm Perils завтра. ADP вышел хороший, 568 тысяч новых рабочих мест 374 и ждем официальную статистику. Ждать осталось ровно сутки, друзья. Соответственно, если данные выходят хорошими, доллар, как я уже отметил, продолжит получать поддержку. Если данные разочаруют, то мы уже с понедельника с вами вернемся к тому, что ФРС может и не принять решение об ужесточении политики в ноябре. И если так, то со следующей недели я снова буду активно отстаивать идею слабого доллара. Ну а пока что до понедельника я думаю, что можем попытать удачу и попробовать по индексу доллара забраться еще выше текущих уровней, там в районе 94.50, около того. Соответственно, ставим на снижение европейской валюты. Сейчас котировки 1.1555. Наша цель 1.15. Вчера почти до нее достали 1.15. Австралийцы также продолжаем продавать. Также обращаю ваше внимание на пару доллар-канадец. Мне кажется, она сейчас очень интересна. 1.2587 котировки. Думаю, что фигуру можно еще попробовать выжать. Последние две недели я наблюдал за этой валютной парой, и она доказала, что канадский доллар сейчас игнорирует, что происходит с американской валютой. То есть игнорирует рост доллара, потому что канадский доллар получает максимум поддержки от высоких цен на нефть. При такой тенденции и при выходе сильных данных по канадскому рынку труда завтра и в случае жесткой риторики руководства Банка Канады во время сегодняшней пресс-конференции в 19.00 по московскому времени. 1.25, друзья, это станет даже ближайшим уровнем поддержки, который пара преодолеет. Американский фондовый рынок. 4371 пункт. Локальное восстановление, но не торопитесь покупать. Как минимум до разрешения вопроса с потолком государственного долга и до тех пор, пока мы не подведем итоги данных по Non-Farm Perils. То есть до следующей недели не лезьте в длинные позиции. Американский фондовый рынок может оказаться снова на низах. И что касается рынка нефти, коррекция идет после такого взрывного роста. Это нормально. Есть ли какие-то фундаментальные предпосылки для этого? Нет. По-прежнему весь фонд за то, чтобы отыгрывать топливный и энергетический кризис и ставить на рост нефтянки. Я, честно говоря, уже вышел из позиции. Ранее комментировал, какие у меня были цели. Это 82. Если кто-то из вас держит лонг с целями 85, я вас поддерживаю. Друзья, считаю, что нет может уйти еще выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Всем пока.